Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ленинскому району Самары 90 лет. В честь юбилея одной из старейших территорий города в окружном доме офицеров состоялся праздничный концерт, во время которого выдающихся деятелей района наградили памятными грамотами и отметили благодарственными письмами. В торжестве приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, председатель Думы Самары Алексей Дегтев. Какой вклад внесли жители района в его развитие, узнал Михаил Ермоленко. Благотворительный фонд «Вера Кабаладзе» на протяжении пяти лет с момента основания является неотъемлемой частью Ленинского района. За время работы организация помогла сотням детей с особенностями развития найти свое место в жизни, благодаря активной социализации и самовыражению через искусство. Один из подходов – живопись. Детей учат рисовать, и нередко картины становятся частью экспозиции разных музеев и галерей. У нас очень много достижений, успехов. Мы выставляем картины, которые рисуем с детьми в СУВЗ, на международных конкурсах мы побеждаем. Мы делаем мультики, мы создаем клипы с такими детьми. То есть у нас очень-очень большой такой багаж знаний и, в общем-то, очень много успехов. В числе заслуженных деятелей Ленинского района специалисты самых разных сфер. Одни посвящают свою жизнь служению Родине и защите народа, другие продолжают популяризировать спорт, несмотря на ограничения здоровья, а кто-то вкладывает все силы в развитие культуры и искусства. В честь юбилея Ленинского района выдающихся людей, трудящихся на благо родной Самары, отметили почетными грамотами глав региона и города, а также городской думы. Сегодня я отдельно хочу поприветствовать ветеранов, людей, чьими трудами, высоким служением и создавалась слава Ленинского района. Спасибо вам огромное. Спасибо, что и сегодня вы в строю. Спасибо за вашу неугомонность в хорошем смысле этого слова, за ваши идеи, за ваши добрые советы и наставления. Спасибо за патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ленинский район Самары один из старейших. В этом году ему исполнилось 90 лет. За такой продолжительный срок облик этой территории города несколько раз менялся и продолжает это делать. Но одно остается неизменным. Знаменитые достопримечательности, ради которых Самару ежегодно посещают десятки тысяч туристов. Район был всегда в ангарде всех городских событий. Просто напомню о том, что первый самарский трамвай пошел на территории современного Ленинского района. Напомню о том, что первый общественный парк был открыт на территории Ленинского района. Сейчас это Струковский парк. И именно в этом парке впервые прозвучал вальс Ильи Шатрова на сопках Манчжурии. За прошедшие годы в исторической части Самары произошли крупные изменения. Благодаря инициативам жителей, поддержке правительства региона и городской власти, Ленинский район преобразился. Благоустроили дворы, облагородили улицы. Добиться улучшения особенно помогли национальные проекты, губернаторский проект содействия и муниципальные проекты. Только в период с 2018 года по программе формирования комфортной городской среды обновили 55 дворов. 15 проектов содействия с 2018 года у нас реализовано, в том числе в этом году два проекта. И у нас 36 проектов инициативам, в том числе и двой конструктор двора. Ленинский район уверенно смотрит в будущее, и дополнительным импульсом к развитию станут важные инфраструктурные объекты. Один из них – новая станция метро «Театральная». Она свяжет отдаленные части города с историческим центром, расширяя потенциал в работе учреждений культуры, музеев, картинных галерей, театров и многих других. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Обсудили реализацию профильных нацпроектов и результаты плана мероприятий, приуроченных в году педагога и наставника. В мэрии Самары при участии главы города Елены Лапушкиной прошло заседание общественного совета по вопросам образования. В этом году в рамках проекта «Современная школа» учебные заведения областного центра были обеспечены материально-технической базой по предмету технологии. Огромная работа была проделана и в рамках патриотического воспитания школьников. Подробности у Ольги Павловой. Парад памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года, образовательный проект «Парта героя» – проведение классных часов разговора о важном. И это далеко не вся работа, которая ведется по нацпроекту образования. В этом году в рамках проекта «Современная школа» учебные заведения областного центра были обеспечены материально-технической базой по предмету технология. 98% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными занятиями, которые не входят в основную учебную программу. Проект «Патриотическое воспитание граждан России» также успешно развивается на территории региона и города. По факту здесь учитываются ребята, которые проходят, участвуют в различных мероприятиях и акциях патриотической направленности. И в следующие 4 месяца у нас пройдет парад памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года. И мы понимаем, что у нас есть юнормейцы, у нас мероприятия на базе каждой школы в честь данной даты проходят. Обсудили на заседании общественного совета по вопросам образования, которое прошло при участии главы города Елены Лапушкиной и результаты плана мероприятий, приуроченных году педагога и наставника. Для реализации плана к работе были привлечены специалисты всех профильных департаментов. Кроме того, 2023 год стал юбилейным для окружного этапа конкурса «Учитель года Самарской области», который состоялся в 20-й раз. В нем приняли участие более 60 учителей, 20 из которых прошли отборы и вышли в окружной этап. По итогам было определено 6 финалистов. В этом году увеличилось не только количество участников, но и количество номинаций в городском конкурсе «Наставник в системе образования». Такую популярность этому конкурсу придал объявленный президентом год педагога и наставника. В 2023 году из 23 команд 10 дошли до очного этапа и продемонстрировали лучшие эффективные практики наставничества перед представителями всех муниципальных школ города. В марте 2023 года состоялся окружной этап конкурса «Воспитатель года», в котором приняли участие 16 воспитателей, 4 инструктора по физической культуре и 9 молодых педагогов. Для привлечения внимания к профессии учителя была назначена социальная выплата от муниципалитета выпускникам педагогических классов. Впервые с 1 сентября 2023 года каждому выпускнику, поступившему на очную форму обучения в региональные вузы и СУЗы, на педагогические специальности выплатили ежемесячное пособие. Работа по реализации мероприятий, приуроченных к году педагога и наставника, продолжится. Впереди еще много интересных событий и проектов. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Жилищный фонд «Самары» почти полностью готов к отопительному сезону. Об этом сегодня рассказали на еженедельном заседании профильного штаба в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение актуальных задач прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Напомню, что готовность многоквартирных домов к отопительному сезону отслеживают с помощью системы ГИС ЖКХ, в которую каждый район города вносит всю соответствующую информацию. На сегодняшний день с этой работой справились на 91%. Также на заседании говорили о подготовке теплотрасс «Самары» к отопительному сезону. Специалисты подрядных организаций заканчивают работать на всех 18 основных участках теплосетей, которые планировали обновить в этом году. На последних трех объектах полностью собраны монтажные схемы и в ближайшее время участки отдадут для восстановления благоустройства. Как и в прошлые годы, при первой необходимости отопительный сезон начнется с подачи теплоносителя в учреждения социальной сферы. По части начала отопительного сезона, если вопрос мы должны для себя понимать, по включению всей социал-физиции, Я только напоминаю, что в первую очередь это больницы, дома ребенка, это детские сады. И потом только пойдет учебное заведение. Затем отопление начнут подавать в жилые дома. Отметим, что процесс этот не одномоментный, пуск тепла займет некоторое время. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». В связи с этим в историческом центре ограничили движение трамваев по улице Галактионовской в районе дома номер 95. То есть с утра понедельника текущей недели проезд запрещен от перекрестка с улицы Красноармейской. Трамвай опустили по улице Фрунзе. Ранее транспорт туда не ходил, так как проезд по Красноармейской через перекресток по прямому ходу от Самарской до Молодогвардейской был закрыт. Теперь же этот участок доступен как для автомобильного, так и для электротранспорта. По одной полосе автодороги работает в город и из города. Трамваи восьми маршрутов также едут в оба направления. В районе перекрестка у зоны метростроя они встречаются. При следовании транспорта из города приоритет. Согласно сигналу светофора, отдается трамвай. Напомним, что стрелочными переводами оборудовать восстановленные пути не понадобилось. С помощью крестовин трамваи легко смещаются в сторону, переходя на короткий участок встречного пути, а далее возвращаются на свою трассу. После завершения строительства первой ветки метрополитена подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. На площадке первого всероссийского форума высшего образования и науки «Вектор самарской науки» прошло заседание Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа. В нем принял участие и глава региона Дмитрий Азаров. На встрече был представлен опыт Самарской области по работе с одаренными детьми и молодежью. Подробности у корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Совет ректоров вузов Приволжского федерального округа прошел на площадке первого всероссийского форума высшего образования и науки «Вектор самарской науки». Его центральной темой стала работа с одаренными детьми и молодежью. Сегодня мы имеем два указа президента о сохранении духовно-нравственных начал нашего народа и патриотическом воспитании. Началось чтение нового курса «Основы российской государственности» для первокурсников во всей стране. Совет ректоров вузов Самарской области в этом году отмечает юбилей – 50 лет со дня создания. Его председатель Геннадий Котельников рассказал коллегам о некоторых вехах его истории и сотрудничестве с областными властями. Каждый год мы получаем премии и гранты. Это здорово. Это лично раз подчеркивает четкое понимание региональной власти того, что без науки ни регион, ни страна жить не могут. Мы будем рады обменяться опытом и взять на вооружение все лучшее, что существует в этой сфере. Мы всегда с благодарностью берем лучший опыт других регионов, других стран, которые нам предлагаются к рассмотрению. И внедряем здесь, на самарской земле. Поддержка талантливых детей и молодежи – приоритет для исполнительной и законодательной ветвей власти. Депутаты областного парламента регулярно вносят поправки в закон об областном бюджете, благодаря которым увеличивается в том числе и финансирование отрасли образования. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. В Самарской области диспансеризацию прошли более 900 тысяч жителей. У 85 тысяч человек впервые выявили заболевания различных систем. Это болезни системы кровообращения – более 23,5 тысяч случаев. Онкологические заболевания – полторы тысячи случаев. Всем пациентам своевременно назначили лечение. Как известно, более 90% онкозаболеваний возможно полностью излечить, если обнаружить их на ранней стадии. Также у жителей региона во время диспансеризации выявили более 2,5 тысяч случаев сахарного диабета, свыше 3,5 тысяч случаев хронических заболеваний органов дыхания и более 5 тысяч болезней органов пищеварения. Напомним, что диспансеризация включает скрининги, позволяющие эффективно выявлять болезни на ранних стадиях. Медицинский осмотр для пациентов в возрасте 18-39 лет предусмотрен один раз в три года, для пациентов старше 40 лет – ежегодно. Записаться на медосмотр можно дистанционно, по телефону поликлиники или на портале госуслуги. Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранних стадиях. На ранних стадиях, когда не только таблетированные препараты могут помочь, но и хирург, который может радикально вылечить, так как радикально вылечить рак, как радикально вылечить при аневризмах крупнейших сосудов. Все это возможно делать на ранних этапах. Чем раньше, тем лучше, и тем результаты лучше, и тем больные будут выздоравливать больше. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова посетила следственный изолятор номер один. Вместе с представителями избирательной комиссии Самарской области она проверила соблюдение избирательных прав арестованных и помещения для голосования. Визит проходил в рамках подготовки к выборам главы региона. Подробности у корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова начала свой визит в следственный изолятор номер один с осмотра помещения для голосования. Перед днем выборов правозащитников интересуют вопросы, связанные с реализацией права людей, которые находятся в исправительных учреждениях, СИЗО, изоляторах временного содержания. Это очень важно. Очень важно, поскольку эти граждане, находящиеся в этих учреждениях, не лишены избирательного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации они имеют полное право участвовать в выборах. В следственном изоляторе номер один находится 406 человек, обладающих правом голоса. Всего в четырех СИЗО и туберкулезной больнице находится 951 избиратель. По словам руководства регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, как правило, явка в местах лишения свободы составляет 100%. Лица, которые находятся здесь, обладают избирательным правом и с удовольствием пользуются. Они общаются между собой, обсуждают, мы размещаем им информационные стенды, обсуждают кандидатов. И поверьте мне, для тех, кто находится в камере длительный срок, это большое событие. Желающих отказаться от выборов просто не бывает. В места лишения свободы приедут представители участковых избирательных комиссий и аппарату, уполномоченного по правам человека в Самарской области. Как правило, процедура голосования занимает порядка трех часов. Если суд назначил человеку меру пресечения домашний арест без права выхода из дома, к нему также придут из участковой комиссии. Напомним, выборы губернатора Самарской области пройдут 8, 9 и 10 сентября. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков, События. Глаза и уши избирателей. Следить за законностью и легитимностью голосования на выборах будут независимы общественные наблюдатели. Об их роли в избирательном процессе рассказали на пресс-конференции, которая состоялась накануне открытия избирательных участков. Подробнее в сюжете Галины Топилиной. Независимое общественное наблюдение – это глаза избирателей, отмечают эксперты. Ни один спорный вопрос не останется без внимания на этих выборах. Степень нашей эффективности не зависит от результатов голосования. Кто победит – это не имеет значения. Но нам важно, как проходит процедура, чтобы соблюдались четко все процедуры, которые прописаны в законах и нормативно-правовых актах. Чем больше становятся наблюдателей на избирательных участках, чем дисциплинированней ведут себя все участники избирательного процесса. Наблюдатели приступят к своей работе с 8.00 8 сентября и будут выполнять эту задачу до момента подсчета голосов и подведения итогов выборов на заключительном заседании избирательной комиссии Самарской области. Следить за соблюдением закона будут как в очном формате, сидя на избирательных участках, так и посредством видеонаблюдения. Этот формат будет функционировать в круглосуточном режиме. Видеофиксация, которая производится, и видеорегистрация, и видеонаблюдение, это все сохраняется. После того, как уже все было подсчитано, уже были итоги голосования, у нас три месяца будет храниться все это непосредственно в сети изображений именно со дня официального опубликования результатов выборов. В пул наблюдателей вошли активные неравнодушные граждане, достигшие 18 лет. В этом году состав общественных наблюдателей помолодел. Четвертая часть состава – люди моложе 35 лет. Большой интерес к этой деятельности проявляют студенты. Курирует деятельность наблюдателей общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году. В этом году в его состав вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели – президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Сергей Баскин, события. В Самаре разбираются в причинах пожара, который произошел накануне вечером в городской больнице номер 4 на улице Мичурина. Как сообщили в областном Минздраве, возгорание произошло в палате отделения пульмонологии. Сработала пожарная сигнализация. Из здания больницы эвакуировали 150 человек. Для тушения пожара привлекали 79 человек и 22 единицы техники. В результате ЧП погиб человек. По факту пожара прокуратура Самары организовала проверку. В настоящее время больница работает в штатном режиме. Далее, коротко о других событиях дня. В России появится федеральный закон о контроле за деятельностью и состоянием аттракционов всех видов. Регионы получат право регистрировать аттракционы и запрещать их деятельность, если они не соответствуют установленным нормам. Сейчас власти на местах реагируют только на чрезвычайные происшествия, поясняют авторы документа. Также в стране появится единый реестр таких конструкций. По мнению экспертов, одинаковые для всех требования помогут минимизировать число несчастных случаев. В Самарской области учитель русского языка перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе областного главка полиции, в мессенджер 60-летней женщины написал неизвестное и представился менеджером финансовой организации. Он предложил стать привилегированным клиентом и выслал ей несколько презентаций. Женщина подала заявку на оформление вклада под высокий процент. На последнем этапе оформления мошенник сообщил женщине, что заявку кто-то перехватил и в данный момент пытается взломать ее личный кабинет, чтобы спасти деньги, вложенные в банк, необходимо взять в кредит деньги, а затем вывести средства со вклада на кредитные счета. Жертва мошенников оформила несколько займов, назвав комбинацию из СМС и вместе с кредитными средствами в сумме 900 тысяч рублей с ее счета исчез и вклад в размере 1 миллиона. Осознав, что стал жертвой обмана, женщина обратилась в полицию и возбуждено уголовное дело. В областном центре перекладывают участок безымянского коллектора. Стоки в нем идут по трубам самого большого двухметрового диаметра, сообщили в ресурсоснабжающей организации. Работы ведут на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Металистов. Специалисты заменят 60 метров железобетонных труб на пластиковые. Новые инженерные коммуникации отечественного производства. Коллектор собирают по частям. Отрезки соединяют между собой. Уже заменили 32 метра. В Самарском регионе стали чаще вступать в брак, однако статистика разводов тоже не идет на убыль. На тысячу свадеб приходится 913 расторжений семейных уз, сообщили в Самарстате. За первые шесть месяцев этого года в регионе сыграли 7453 свадьбы, что на 211 больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по июнь в области распалось 6808 семей. Это на 202 развода больше, чем было оформлено за первые шесть месяцев минувшего года. Рождаемость в этом году пока отстает от прошлогодних показателей. 11 778 в 2023 году против 12 107 случаев в 2022. А вот смертность стала ниже. В этом году умерло 21 376 человек, а в прошлом 23 712. Треть россиян, 28%, проведут бархатный сезон за городом и на дачах. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом путешествий. 23% россиян хотят отправиться на отечественные морские курорты. Еще 14% планируют отдохнуть за границей. 12% россиян отправятся изучать один из регионов России. 8% планируют пойти в поход или отправиться в горы. А 6% поедут отдыхать в санатории, спа-отель или на турбазу. Еще 4% путешественников отправятся в круиз. Всего 3% полетят изучать зарубежные города. А 2% отправятся за границу на горнолыжные курорты. Жители промышленного района стали участниками благотворительной ярмарки. Средства, вырученные за сувениры и выпечку, направят на приобретение медикаментов для военнослужащих, защищающих родину на Донбассе. Тему продолжит наш корреспондент. Волонтер Анна Боронина стоит у истоков общественного движения «Своих не бросаем Самара». Воззвание времен Великой Отечественной войны – все для фронта, все для победы – актуально в настоящее время, как никогда, уверена самарский патриот. Люди меняются, когда с ними разговариваешь, рассказываешь какие-то истории уже от ребят, которые с СВО. Они проникаются и равнодушие у людей проходит. Все становимся заодно, плечом к плечу. И так команда, в принципе, у нас и выросла. У нас не только в Самарской области, у нас и Челябинск, и Камчатка, и все нам помогают, кто как может. Основательница волонтерского движения «Своих не бросаем Самара» Ксения Коваль на день города в промышленном районе не попала. В отпуск с фронта приехал муж. Однако и это мероприятие состоялось благодаря ее активному участию. Как и вся работа ее благотворительной организации. Почти 2000 волонтеров собирают гуманитарную помощь, шьют для защитников Родины все необходимое – от нижнего белья до маскировочных сетей. Каждый месяц на передовую из Самары уходит очередной гуманитарный конвой. Мы своих не бросаем ни в тылу, ни на фронте. У нас главный мотиватор – это Ксения Коваль. Мы называем ее «Дюнаша ракета». Она за месяц успевает столько, что она может за месяц два раза в Москву за гуманитарку смотаться, два раза на фронт и вернуться, и еще тут организовать какой-то мастер-класс. В сквере «Воронежские озера» напротив православного храма «Святая Троица» прошла благотворительная ярмарка. Средства от продажи сувениров и выпечки с акции пойдут на приобретение медикаментов, которые с очередным гуманитарным конвоем уедут за ленточку уже в сентябре. Администрация, конечно же, поддерживает всячески и поощряет волонтеров. Мы помогаем и в поиске помещений, и помогаем в поиске спонсоров всячески всеми возможными способами. Но у нас такие хорошие люди, которые, в принципе, по большому счету делают все это не за какие-то поощрения, а делают от души, по зову сердца. В нерабочее время принимают участие, также плетут сети, также собирают посылки, каждый помогает, чем может. Кроме ярмарки, волонтеры провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей и пошиву на шлемников, а боевой дух и мирный настрой участникам благотворительной акции поднимали артисты. В завершении мероприятия глава промышленного района отметил выдающихся волонтеров благодарственными письмами и вручил почетные знаки. И поблагодарил за активную гражданскую позицию. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Тольяттинская «Лада» пока не может одержать первую победу в КХЛ после возвращения в элитную лигу. Автозвучане начали турнир с трех домашних поражений. Накануне они уступили уфимскому Салавату Юлаеву. Об этом и в других спортивных новостях в нашей рубрике. Хоккеисты «Лада» уступили в третьем матче подряд на старте нового сезона КХЛ. Дома тольяттинцы принимали уфимский Салават Юлаев. Первые два периода прошли без ярких моментов. Соперники в основном боролись в средней зоне. Но гости смогли извлечь выгоду из небольшого количества опасных атак и по разу поразили ворота хозяев в каждом из периодов. В начале третьего игрового отрезка тольяттинцы пытались переломить ход матча и даже отыграли одну шайбу. Но почти сразу пропустили три гола подряд, после чего оправиться не смогли. Только лишь реализовали большинство и установили окончательный счет. 2-5. В Новогорске сборная России по футболу проводит тренировочные сборы. Среди вызванных игроков есть футболисты Крыльев Советов – Александр Солдатенков, Никита Салтыков и Владислав Шитов. Национальная команда проведет три контрольных матча. Два раза сыграет против Олимпийской сборной Египта. Еще одна встреча запланирована против сборной Катара. Гандбольная «Лада» начнет новый сезон чемпионата России выездным матчем против Ижевского университета. Но для тольяттинского клуба это будет уже второй официальный матч. Ранее девушки сражались с московским ЦСКА за суперкубок России. Это была третья попытка «Лады» завоевать трофей. В 2015 и 2019 годах тольяттинки уступили Ростов-Дону. Не получилось победить и в этот раз. Столичная команда с первых минут завладела преимуществом. Лишь однажды во втором тайме тольяттинские гандболистки смогли сравнять счет. Но большего сделать не удалось. Поражение 24-29. В Тольятти завершился первый этап командного Кубка России по спидвэю. Победу в напряженной гонке одержали хозяева трека. К концу 20-го заезда в активе у «Мега-Лады» было 38 очков. Вторыми во встрече стали спортсмены из Владивостока. У «Востока» 37 очков. Третью ступень наградного подиума с результатом 24 очка заняла команда «Башкирия» из Октябрьска. У «Балаковской турбины» 21 очко и четвертое место. Следующие этапы Кубка России пройдут в «Балаково» и Владивостоке. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Учебный центр трамвайно-троллейбусного управления приглашает получить профессию водителя трамвая и троллейбуса, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». После успешного окончания курса выпускники при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. ТТУ гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. В день города 10 сентября усилят работу общественного транспорта. Движение будет осуществляться до 24.00. До полуночи будут ходить троллейбусы маршрутов номер 4, 6 и 15. И трамваи маршрутов номер 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 24 и 25. При этом трамваи номер 1, 3, 5, 20 и 22, которые будут задействованы для развода зрителей после фейерверка, проследуют вблизи площади имени Куйбышева, а далее поедут согласно своим маршрутам. Также на улице Самарской в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого по нечетной стороне к 21.30 подадут дополнительные автобусы, работающие на маршрутах номер 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67. Автобусы маршрута 26 проследуют через микрорайон Волгай, а также поселки Сухая Самарка, 113 километр Озерный, до автостанции Аврора. Автобусы маршрута номер 24 будут курсировать по скорректированной схеме, информирует городской департамент транспорта. Глава железнодорожного района Вадим Тюнин встретился с жителями дома номер 22 по улице Авроры для обсуждения вопроса аварийности здания. Рассказал гражданам об этапах признания жилья аварийным и пояснил процесс переселения. Ответил на все интересующие вопросы, сообщает телеграм-канал железнодорожного района. В регионе активно реализуется нацпроект «Жилье и городская среда», благодаря которому в Самарской области уже переселили 11 тысяч человек, таким образом освободив 187 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»